Слава Иисусу Христу, что Он искупил смерть и дал право войти в Царство Божье и быть с Богом. Я хочу поделиться небольшим свидетельством о том, как я учился делиться Евангелием. Я родился на Украине, в городе Винница. В 1995 году я покаялся, в возрасте 19 лет, и в 2003 году я приехал в Америку. И когда я покаялся на Украине, мы собирались по домам, в домашней группе были. Ну как, не группе, а домашнее собрание, там особо так, как бы не было такого учения, общения, просто, ну как домашнее собрание. Собирались, кто что знал, тем делились, такого как служение, чтобы кому-то идти проповедовать, как бы не было такого желания или понятия. Ну я когда покаялся, я сразу пережил огромное изменение в своей жизни, я почувствовал свободу от греха, новую жизнь, радость, что я мог жить, что меня грех не тревожил, что вот это какое-то, написано, что были рабы похотей. То есть человек, он раб похоти, он не может не грешить, он раб этого. Я почувствовал, что Бог меня изменил, я сразу хотел делиться с людьми и рассказывал, насколько мог. Помню один момент был, должна была быть евангелизация в нашем Виннице, в Доме культуры. Ну обычно на евангелизацию приглашали, клеили объявления где-то на стенах, там на столбах. А я хотел как-то так больше людям донести, взял брошюрки нашел, напечатал там на компьютере адрес этого служения, когда должно быть. И когда вот молишься, ну перед этим, ну как бы до этого, что молишься, Господь, да, такое переживание, что Бог, я спасен. Это прекрасное чувство, что я свободен, новая жизнь, я хочу этим делиться с другими людьми, да, все, я согласен, я хочу, да, вот все, напечатаю брошюрки. А то, что, ну когда уже вот этот момент выйти на улицу и кому-то раздать ее, до этого я говорю, ну на Украине, ну я не видел, чтобы это кто-то делал. Ну я знаю, что это делали, но так как бы в нашей вот местности это как бы не практиковалось. Очень, ну как бы страшно такое это переживание, что это новое такое чувство, сердце колотится, выскакивает, ощущение, что я иду сделать что-то ужасное, аморальное, какое-то убийство или что такое состояние, куда иду, зачем я это делаю. Хорошая погода, люди себе ходят по улице, никого не трогают, идут, я должен с этими брошюрками что-то им давать, что-то им говорить. Потом думаю, ну назад уже дороги нет, я уже, ну уже напечатал, уже все, если я пойду назад, ну как бы побоюсь это раздавать, подходить к людям. Как я потом молиться буду? Я же стою на колени, благодарю Бога, что я хочу служить, я люблю тебя за спасение. И места на память приходят, что кто постыдится меня и слов моих в мире всем прелюбоденном и грешном, того я постыжусь. И вот стоишь с этой брошюркой, ну еще там в доме, и думаешь, или туда идти, или возвращаться назад. Ну говорю, назад дороги нет, как я дальше буду жить? Ну я не стыжусь, я не против, чтобы люди узнали, что я верующий, я этого как бы не боюсь. Ну почему же ты не идешь, точнее я не стыжусь, но почему же я боюсь идти? Ну наверное страх, да, ну просто страх, что я что-то там не то делаю. Опять место есть Писание об страхе, да, что боязливых же и неверных, участь в озере, горячим огнем и серую, тоже, ну как понимаешь, это неправильно. И вот так идет борьба, вот эта мысль, что вроде, неужели то, что я переживал, вот это прощение, спасение, оно действительно реально для, ну в мире и для других людей? Или только я как-то пережил где-то что-то не то, ну там в моей жизни какие-то были переживания, это только для меня, а может других людей, их проблем нет, они как-то себе спокойно живут и все. Ну понимаешь, что мы все люди одинаковые и все люди находятся, ну в Библии так написано, что все в рабстве греха, это проблема греха, она всех касается, нет ни одного человека, которого бы это не касалось и что люди нуждаются в это, потому что каждый человек, ну я понимаю так же, я тоже как человек устроен, что мы одинаковые в том, что мы какие-то есть желания, какие-то мысли, какие-то борьба постоянно, что есть влечение ко греху, как с ним бороться, я это пережил совсем новое в моей жизни, что это было реально для меня, я понимаю, что люди вокруг меня, они продолжают жить в грехе, если они не имеют то, что я имею, потому что другого нет выхода, только Христос освобождает. И вот эти мысли, эта борьба идет, идет, как это, или это надо делиться, или не надо, или это только мое. Но все-таки понимал, говорю, назад пути уже нету, потому что как я могу потом ходить на собрание и говорить, что я люблю Бога, если я вот здесь вот реально, скажем, предал Бога, отрекся от Него. И, ну да, вышел на улицу, подошел к человеку, там, я уже не помню, как бы точно было, но вот этот момент, как первый, я это, ну, как бы хорошо запомнил, это переживание. Дал брошюрку, оказалось, это не так же и страшно. Нормальный человек, это молодой человек, помню, я ему дал, рассказал, что вот будет явноализация, приходите, он что-то пару вопросов задал. Так вот, ну, как бы очень так приятно получилось. Ну, первый раз, оно, конечно, в шоке тебя всего трясет, это такое переживание, но все прошло хорошо, слава Богу, камнями не побили, там, не кричали, не обзывали. Второй раз, сразу после этого, ну, если, например, второй человек, этот вот страх моментально уходит, уже намного себя проще чувствуешь, уже очень легко делаешь, уже даже какое-то удовольствие получаешь, ну, интересно уже даже это делать, подходить к людям, что-то говорить. Поэтому вот это я хотел так, что, вот это первый страх, он всегда есть, даже сейчас есть, когда, ну, что-то к человеку подойти, что-то сказать, все равно какое-то переживание есть, но я не знаю, или у кого-то есть, что кто-то может, ну, или делиться Евангелием, или брошюрками, или даже проповедник выходит, все переживают, потому что это, как бы, что-то необычное. Но надо это делать, как бы, основываясь не на своих чувствах, а на том, что Бог нам сказал, на том, что, точнее, ну, когда пережили, что мы стали верующими, пережили изменение в своей жизни. Это реально, и все люди переживают. И этот страх, он, ну, он, конечно, он есть, но я не хочу долго рассказывать, как бы, откуда он приходит, и как, и что, но просто это надо делать, его, как бы, практика, и побеждать это, это надо, ну, просто пройти это. Со временем оно становится легче, каждый раз оно становится легче, этот страх, как бы, перебороть и все-таки делиться Евангелем, потому что это реальная жизнь, в которой все люди в этом нуждаются, изменения. Когда я в Америку приехал, я тоже хотел, к сожалению, вот на Украине, так, ну, как бы, в нашей местности это не было такого служения, чтобы делиться Евангелем. В Америке тоже, в основном, все церкви просто заняты своим собранием. Вот собрание, там, пение, хор, вот все, что ты хочешь. Давайте служить Богу, как это, ну, там, что ты можешь, там, хор пойти, там, какие-то группы, ну, как бы так, это все все равно внутри церкви. А где-то делиться Евангелем с неверующими, оно почему-то, ну, языковой барьер, конечно, и то, что я думаю, ну, люди как-то, я не знаю, я не знаю почему, не живут этим, не хотят это. Здесь тоже пробовал, печатал, сам такие карточки раздавал, тоже, ну, как бы так, опять это чувство, что, или я правильно делаю, почему я должен что-то людям, что-то давать, нужно оно или не нужно, но, как бы, так, понимая, что Бог есть, это живое, я, как бы, этим исповедую Христа, что я верю в Христа, я его не стыжусь. Один раз на заправке мне человек дал, ну, я просто заправлялся, он подошел, дал мне брошюрку, там такая, написано, что будет с собой после смерти. Там брошюрка, это, ну, как комиксы, то есть, ну, комиксы – это неплохое, это называются картинки, просто, где люди, то, что они говорят, оно написано словами, и там написано, что человек живет, он умирает. Ну, мне это очень понравилось, потому что, ну, как бы, ну, как-то более интересно с, как бы, с картинками. Я тоже очень обрадовался, что это есть, там, можно делиться, ну, разделиться, раздавать эти брошюрки, оно намного, как бы, интереснее. Тоже много купил, раздавал. Люди благодарили, да, некоторые не брали, ну, камнями никто не побил опять-таки, поэтому ничего страшного нету. Я не знаю, когда человек, например, если действительно, вот, как апостол Павел, его побили камнями, и после этого опять это же идти, и знать, что тебе опять, что тебе очень больно сделают, насколько должно быть сильное убеждение, чтобы это делать. А если нам, нас просто единственное, что могут сделать, это просто отказаться взять брошюрку, и этого уже, как бы, так, ну, чувство дискомфорта, и из-за этого, ну, дальше не, раздавать, это, ну, я думаю, очень неправильно. То есть это надо делать, потому что люди должны услышать весь о спасении. Но то, что я раздавал брошюрки, ну, как бы, не очень много, так, по мере возможностей, все равно как-то хотелось какого-то более живого общения с людьми, потому что ты раздал, человек сказал спасибо, там, сказал, не сказал, и все, и ты, ну, вроде, хорошее дело сделал. Для начала, и это очень, как бы, первый этап, очень важно, как бы, с этого начать, чтобы перевороть, как бы, себя. Но потом уже хочется чего-то более живого, какого-то такого общения, чтобы людям рассказывать, какие-то вопросы их, отвечать на их вопросы. Я, ну, так смотрел на интернете, кто, как, что делает, какие есть, ну, как это, можно, например, в Америке, когда языковой барьер есть чуть-чуть, одного проповедника увидел, который говорит, что, ну, как, что такое Евангелие, как, что им несложно делиться, что мы в Иисусе Христе мы имеем право и власть наступать на всю силу вражью, это есть у каждого христианина, который покаялся, принял Христа, написано, что верующим дал власть быть детьми Божьими, и что каждый христианин, который, да, рожден свыше, он уже дитя Божье, и по праву рождения он уже имеет право пользоваться тем, что Бог дает, то есть ту власть, которую Бог дал, ее не надо зарабатывать, ее не надо достигать, она уже дается по праву рождения. Как ребенок в семье родился, он уже мой сын, он уже имеет мою фамилию, независимо от того, хороший он или плохой. Конечно, это не исключает того, что нужно достигать любви, и евангелизация, то, что делится Евангелием, это не заменяет того, что человек сам должен достигать любви. Павел говорит, что если я знаю все тайны и имею всю веру, могу горы переставлять, но не имею любви, то нет в том никакой пользы, поэтому и то должно быть, и то должно быть. И вот я этого проповедника слушал, он показывал, как он на улицах подходит к людям, молится за них люди, к моему огромному удивлению и исцеляются, и бесы выходят. Я за 20 лет христианства, я не видел ни одного исцеления, не слышал ни один раз, что где-то о бесах что-то говорили, что они выходят. Я был очень поражен, и несколько недель я был в таком шоковом состоянии. Неужели это может быть? Вот здесь сейчас простые люди, такие, как и я, живут по Евангелию, и то, что в Евангелии написано, оно происходит, а я вот 20 лет, мы сидим в церкви, что-то ждем, 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 и ничего не происходит, и как-то такое уже получается состояние, культура такая, как жить на вокзале. То есть мы вроде бы куда-то хотим ехать, но мы не едем, и все, вот уже привыкли жить на вокзале. И надо начинать пробовать, то есть молиться за людей, подходить тоже, как бы, следующий, еще страшнее, что я к человеку подхожу, должен что-то ему говорить, там молиться, а вдруг ничего не произойдет, не произойдет. По-английски так еще не очень хорошо говоришь. Но тоже опять говорю, назад дороги нет, я уже знаю, что это большее, и я могу это делать, то есть, ну, хотя бы пробовать. Тоже начал подходить к людям, предлагать, что я могу помолиться за вас. К моему удивлению, некоторые, ну, года говорили, да, оставало легче, там боль уходила. Один хочу случай рассказать, я тракист, на траке ехал, и, ну, полицейский меня остановил, женщина, полицейский. Ну, проверила там все документы, машину, у меня лампочка, она не горела, она, ну, выписала мне нарушение, ну, машину к себе пригласила, там, ну, рассказала, что у тебя там то-то нарушение, ну, все, вопросы есть. Я говорю, да, я говорю, ну, я верующий, молюсь иногда за людей, если у вас что-то болит, я хотел бы помолиться. Она говорит, о, да, плечо болит, вот что-то, ну, болит плечо, не могу, там, прическу сделать, руку поднять. Я говорю, ну, если вы не против, я могу я за вас помолиться. Ну, давай, там, говорю, можно руку на плечо положить? Да, вот, ложи. Я положил руку на плечо, говорю, все, во имя Иисуса Христа, там, болезнь, я приказываю тебе уйти, да будет исцеление, чтобы всякая боль, мышцы, суставы, все восстановилось. Ну, все, ну, как, помолился, говорю, ну, попробуйте сейчас. Ну, она попробовала, у нее глаза стали круглые. Она говорит, кто ты такой, что ты сделал, как это может быть? Я говорю, а что случилось? Говорит, все, боль ушла, я спокойно рукой начала махать, боли нет. Я тоже был удивлен. Тоже такие моменты, это, конечно, не все исцеляются, нет всех болезней, это тоже процесс, но в этом надо, как бы, ну, начать это делать. Это тоже рост, есть определенные правила, как, скажем, это, как его правильно делать, неправильно, но надо в этом двигаться. Потому что это уже власть, право нам уже дано делиться Евангелием, рассказывать, исцелять больных, изгонять бесов. Это право каждого верующего по праву рождения, потому что мы уже дети света. И это, ну, я по натуре скромный, такой застенчивый, когда вот начинал на Украине брошюрки создавать, я говорю, это было очень для меня переступить все мои, все мое естество. Но я это делал, и сейчас, как бы, это тоже непросто, но понимаешь, что то, что Бог дает, это очень важно, это спасение душ людских, это не просто здесь на земле что-то чуть лучше сделать, это бессмертные души. И то, что Бог нам дал, это прекрасно, что мы можем, ну, помогать людям и духовно, и физически. Поэтому Бог живой. И то, что в Библии написано, это все правда, что Христос дал власть и право это делать, и в этом надо, ну, двигаться. Ну, как я опять сказал, за любовь не забывать, что это не исключает, что если уже там миссионер, уже трудишься, проповедуешь, исцеляешь, что это ты уже совершенный, тебе уже больше ничего не надо. Это, это, я понял, это тоже такой опыт, это совершенно другое. Это как одна сторона исцеления, вера в то, что Бог живой, и Его слово сильно, что бесы повинуются. И совсем другая сторона человеческого характера, когда человек сам должен над собой работать, искать общение с Богом, читать Писание, любить, любить читать Писание, любить молиться. Это совсем разные вещи. Это для меня большое было откровение. И, ну, я думаю, так оно, это важно, чтобы все эти верующие понимали. Потому что мы обычно, ну, как я так понимал, что если какие-то чудеса, если что-то там из знания бесов, это уже, ну, супер святой должен быть, это уже почти недостижимо, это там где-то когда-то кто-то. Ну, значит, он уже все достиг, он уже, как бы, совершенный. Это совсем не так, это совсем разные вещи, но поэтому, как я говорил, что власть к нам, как верующим, детям Божьим, она дана по праву рождения, но возрастать в отношениях со Христом, это отдельно, это параллельные вещи, которых мы, как христиане, должны двигаться, потому что это смысл жизни, это спасение нас и спасение людей, которые вокруг нас. И Бог хочет, чтобы его Евангелие, оно проповедовалось так, как и Христос это делал, то есть исцеление, это подтверждение того, что Слово Божие живо и действенно, что Христос действительно умер за грехи людей. Это, ну, оно должно быть в христианстве. Это отличает христианство от других религий, потому что только в христианстве есть, что люди, ну, и бесы выходят, и люди исцеляются, других религий этого нету. Это Божья любовь, что Христос взял на себя грехи мира. Поэтому я хочу вас всех поширить, чтобы в этом нужно жить, хотеть это делать. Мне кажется, вот эта евангелизация, это не есть что-то параллельно или как одна из опшен, из вариантов христианства. То есть я служу Богу, я веруюсь, хожу на собрание, а евангелизация, как могу делать, могу не делать, это так. Мне кажется, что христианин, который полюбил Бога, знает Бога, имеет общение, он не может этого не делать. Ну что, какого Бога тогда я познал, если тот Христос, с которым я имею общение, он говорил, что я есть истина и как он жил, а я этому Богу поклоняюсь. Но у меня почему-то совсем другое, как бы, я не похож на Христа, то есть чем больше человек познает Бога, тем он больше хочет помочь погибающему миру. Это то, что делал Христос, то, что Он говорил. Я хотел бы сейчас с вами помолиться и поблагодарить Бога Христа за спасение, что Он нас освободил от греха, пролил свою кровь, дал нам власть и право быть детьми Божьими. И быть свободными – это большое чудо, что я свободен от греха, что у меня нет влечения, тяги ко греху, что я живу, нахожусь в Царстве Божьем, где я живу в праведности, в радости Духа Святого. Чтобы Бог нам, как бы, не то, чтобы Бог нам помог, мы часто молимся, Боже, дай, Боже, помоги, Бог уже все дал, нам нужно читать, и на основании Писания, на основании своей, моей веры в Писании, я должен поступать. Бог уже больше, как бы, ничего не может нам добавить, уже все есть. Чтобы Бог нам, опять-таки, да, помог это понять, осознать и в этом действовать. Давайте мы встанем на ноги или преклонимся и поблагодарим Бога.